В это время практически все люди в какой-либо мере ощущают вялость, постоянную сонливость, необъяснимую лень и быструю усталость. Ладно, если бы все ограничивалось только этим, но ведь на фоне снижения концентрации витаминов в крови снижается и иммунитет, защитные функции всего человеческого организма. Из-за этого все мы страдаем серьезными вирусными заболеваниями, именно в зимний период. В осенний период часто возникают острые респираторные заболевания и будет актуально употребление витамина С, потому что он является прекрасным антиоксидантом и помогает нам легче переносить вот такие заболевания или вовсе не заболевать. Многие ошибочно полагают, что витамин С содержится в большом количестве цитрусовых. На самом деле это не так, как выяснилось. Самое большое содержание витамина С находится в шиповнике, как в свежем виде, как и в сухих ягодах. Поэтому можно делать отвары из шиповника. Там прямо рекордное количество содержания витамина С. Также большое содержание витамина имеется в сладком перце, в частности в красном сладком перце. Также в капусте, в различных видах капуст. Ну и, конечно же, в цитрусовых. Суточная норма витамина С должна составлять около 60-100 миллиграмм. К примеру, столько содержит один болгарский перец. Как правило, наш климат не позволяет круглогодично наслаждаться солнечным светом. И это, конечно же, негативно сказывается на состоянии нашего организма. По 20-10 солнечных лучей у нас в коже вырабатывается витамин D. Он является очень важным витамином, потому что участвует в обмене кальция, фосфора, то есть регулирует именно минеральный обмен. Он содержится в рыбьем жире. Можно употреблять капсулу рыбьего жира или в виде уже вытяжки витамина D, бывает в виде капель, жидкости и так далее. Особенно это важно для растущего организма, то есть для детей, для беременных. У них прием витамина D обязателен. Взрослым тоже всем рекомендуется употреблять витамин D в несолнечный период, то есть это осень и зима у нас, учитывая возраст человека, учитывая вес человека. Витамины и минералы лучше всего получать вместе с пищей, но, к сожалению, не всегда это возможно. Какие еще добавки помимо витаминов С и D можно и нужно принимать в зимний период, мы узнаем в следующем выпуске нашей рубрики.